На запасной аэродром Самары перенаправили самолеты, которые летели из Москвы и Сочи в Казань. Это связано с временным ограничением работы аэропорта. Также не принимает и отправляет рейси воздушная гавань Нижнекамска. Самолеты направили тоже в Самару. В региональной столице ведут работы по укладке асфальтобетонного покрытия на улице Самарской, которую приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Этой ночью ремонтом охватили участок Самарской от улицы Ярмарочной до Маяковской. В областной столице состоялась авторская экскурсия «Музыка жизни» Эльдара Рязанова. Ее приурочили ко дню российского кино. Гостям рассказали о жизни известного кинорежиссера, его фильмах и стихах, которые он писал. Акрон обыграл «Зенит» в серии пенальти с общим счетом 5-4. Это была историческая во всех смыслах игра. Первый матч Акрона против «Зенита» и первая серия пенальти на Самаро-Арене в рамках Кубка России. Жители Самарской области на выборах 6, 7 и 8 сентября смогут воспользоваться функцией «Мобильный избиратель». Чтобы проголосовать на участке по месту нахождения, необходимо подать заявление в территориальную избирательную комиссию МФЦ или через портал госуслуги. Россиянам, заключившим контракт о прохождении службы в зоне СВО, будут выдавать бесплатные земельные участки в Крыму. При этом место регистрации не имеет значения, однако получить землю можно только один раз и при условии заключения договора на территории Республики Крым. Рафаэль Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии будет содействовать поддержанию ядерной безопасности в мире, в том числе в Курске. «Нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от ее местоположения», отметил гендиректор МАГАТЭ. 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Оно символизирует ее воссоединение со своим божественным сыном и переход к конечной жизни в Царстве Небесном. В народе существуют погодные приметы. Если в этот день солнечно и тепло, то в обе лето не будет жарким. Утренний туман на земле к отличному урожаю грибов, а если пошел дождь, хорошей погоды можно не ждать до конца сентября. Субтитры создавал DimaTorzok